Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. И вот сегодня я хочу сразу ответить очень-очень коротко еще на один вопрос. Мне много вопросов приходит в Одноклассниках. А это Зинаида Воеводина на странице в Одноклассниках прислала вопрос о дате высадки томатов в теплицу. Она спрашивает, как вот определить эту дату, когда высаживать, как я смотрю, по погоде или какие-то определенные числа. И я сейчас эту тему немножко раскрою. Ну, конечно, эта тема, вот она больше интересна будет нашим новичкам. Вот совсем-совсем таким зеленым, который, возможно, всего второй год, первый год, ну или хотя бы там 2-3 всего года занимаются. И они еще не выработали на основании своего опыта никаких вот таких точных дат, не знают, как определять, вот когда высаживать томаты в теплицу. Тех, кто в теплице высаживает хотя бы 3 или 4 года, они уже, конечно, на своих ошибках, на своем опыте все эти даты знают. И они уже знают, когда что высаживать. Я сейчас расскажу про ориентиры, как мы можем ориентироваться. Конечно, у нас у всех разные регионы. И ясно, что где-то на югах высаживают очень рано. Там уже, если я вот в мае, начало мая, конец апреля, там, наверное, я даже не знаю, наверное, даже в конце февраля высаживают. Говорить не буду про юг, у меня сибирский регион, Алтайский край, и если даже кто-то говорит, что у нас тут какие-то идеальные условия, одна очень умная женщина написала, что что им там не выращивать, у них 350 дней в году солнце. У нас 8 месяцев зима, в юге метели, зимой вообще солнца очень мало, когда 350 дней. Но неважно, сейчас говорим про теплицу. Вот смотрите, у нас сибирский регион. У нас традиционные сроки высадки томатов в открытый грунт 5-10 июня. Этого придерживаются все. Кто-то там 3 дня раньше, кто-то там 3 дня позже. Но обычно после 10 июня все высаживают, у кого нет ни теплиц, ничего. Про теплицу у нас такие сроки. Мы можем высадить на месяц раньше срока вот этого традиционного, вашего регионального высадки в открытый грунт. Поэтому вот считайте, если средняя полоса России считается примерно, что они высаживают с 25 мая по 5 июня, обычно 10 дней дают туда-сюда, в зависимости от погоды, то также месяц откидываете, на месяц раньше вы можете начать высаживать. Но я хочу вам сказать, что здесь нужно быть очень осторожными. Если вы высаживаете на месяц раньше определенного срока, вот для открытого грунта, который определен, то вы должны иметь у себя под рукой какой-то обогреватель, какие-то пленки, какие-то средства дополнительной защиты. Если вы уже выкидываете их туда раньше времени, вы должны им обеспечить все условия на случай возвратных заморозков весенних. Если у вас, вот вы не хотите с этими с обогревателями, с пленками бегать, тогда всего 2 недели. Вот если у нас в Сибирском регионе, например, 5 июня, ну я пусть считать буду 5 июня, 5 июня мы высаживаем в открытый грунт, все почти высаживают, значит 15 дней убираем, значит всего лишь 20 мая, вот на небольшой срок мы можем раньше высадить в теплицу, потому что теплица поликарбонат, морозов минусовых она не выдерживает. У нее разница примерно на 5 градусов, если, например, будет ночью похолодание до 5 градусов, то в теплицах может быть 8-10, нормальные комфортные условия, но иногда весной у нас наступают заморозки, минус 7 и держатся в течение 3 дней. Без обогревателя поликарбонат не выдержит такой минус, помидоры обязательно замерзнут. Поэтому я вот расскажу по своему примеру. Я высаживаю всегда на месяц раньше. У меня все есть, вот эта тепловая пушка, у меня есть дуги, которые можно накинуть и набросить сверху, у меня есть и нетканные материалы, у меня есть и пленки. Иногда бывает год или два, этого ничего не нужно. Но бывает такая весна, что наступила, установилось тепло и больше нет заморозков. Но чаще всего все-таки в те ночи, когда опускается температура до нуля или до минус двух, я включаю обогреватель, только в редких случаях, когда вот такой холод. А в другие дни солнце нагревается, температура поднимается в теплице, земля прогревается и на ночь этого хватает. Томаты они очень выносливые. И вот поэтому если начинать конкретно отвечать на вопрос даты высадки томатов в теплице. Смотрим по региону. Например, в сибирском регионе, если 5-10 у нас высадка в открытый грунт, то я могу высадить на месяц раньше, при условии, если у меня есть дополнительные средства защиты растений. Если средства защиты растений нет, на 2 недели. Так же во всех других регионах. Если вы живете в более теплом регионе, значит у вас высадка в открытый грунт. Все вот мы считаем от даты высадки в открытый грунт. Теплица у нас там теплее. Мы можем на 2 недели раньше без дополнительных средств высадить. Или на месяц. Это очень, как знаете, это очень такая вот тонкая грань. У нас опытные знают огородники. Вот начинается, вот прям чешутся руки высадить. Встанешь утром, смотришь, такое яркое солнце. Так тепло, так хорошо. Зайдешь в теплицу, там жарище больше 30 градусов. Казалось бы, бери, неси и высаживай. Но посмотрев прогноз погоды, я вижу, что буквально через 5-6 дней к нам идет какой-то циклон или антициклон, я не разбираюсь, похолодание. И будет минус 3-5. В этом случае я уже терплю, руки вот так вот сжав и жду. Пусть я немножко позже высажу, но зато они вот этого стресса не будут переживать, которые во время заморозков, но их там все равно ожидают. Их только высадишь, да, тепло, да, хорошо. Они еще, еще буквально там, даже корневая система не сцепится с грунтом, и тут же холодно, и могут они потом отстать в росте. Но это очень вот так вот, каждый должен думать, сможет ли он в случае похолодания вот бегать там, их прикрывать, обогревать, или все-таки по простому варианту на 2 недели всего раньше, чем в открытый грунт, и тогда все будет, они потом все равно догонят, если они у вас посеяны раньше, как по срокам для теплиц, некоторые сеять начинают конец января, начало февраля, если у вас есть условия для выращивания в доме. Их можно лучше в доме дорастить до более взрослого состояния, то есть вторую пикировку, дать больший объем земли, и лучше пусть они постоят в тепле. Вот у меня все есть, я высаживаю рано, я в том году высадила, после 20 апреля высадила рано, но из-за того, что холодно, они все равно долго стояли в одной паре, и которые высадила позже, их все равно догнали, так что ничем мы не выгадываем, если высаживаем намного раньше. Дата высадки в теплицу, это очень сложный вопрос, каждый определяет сам, в зависимости от региона, в зависимости от своих способностей, от свободного времени, но это ориентировочно, я вам так говорю, что или на 2 недели раньше, или на месяц раньше. Все, до свидания.